Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunts TD-6. И в этой серии я буду выполнять испытания от зрителя. Сейчас попробую отобразить на экране самого это испытание, а прислал нам его зритель с ником Неведомая Хрень. Очень нравится мне этот ник, а суть самого испытания в том, что я должен пройти карту, используя только два дротикомета, ну то есть видимо сами, ну самые обычные обезьяны с дротиком. Как раз таки попробую. Я уже даже посмотрел карту, то есть вот хочу на центр городка попробовать. Если честно не знаю, это не я играл, о, это я играл, но я не помню когда, поэтому давайте заново начнем. Все, это ничего не страшно, и главное не забыть, что у нас только два дротикомета. К счастью уже один бесплатный. Так, я бы одного слушательства сюда куда-нибудь поставил. Так, ну ладно, пока будем начинать. Жалко, что кстати эти строй нельзя удалить, просто мне действительно кажется, что в принципе не так уж и тяжело сделать, чтобы это все было возможно. И я немного вот только что на самом деле подумал, и одного дротикомета я буду вкачивать в принципе как всегда, а второго я поставлю, я не знаю какой у него радиус, я редко за него играю вообще, если так посмотреть. Я его поставил ближе вот сюда что ли, и я его буду качать верхнюю линию, ну и два на нижнюю, потому что вроде бы как раз таки верхняя линия дает джаггернаута, а джаггернаут может пробивать свинцовые шары, а нижняя линия дает пробитие камуфляжа, и следовательно у нас же пойдет раунд, где будет и камуфляж и свинцовые шары, ну то есть это один шар такой, и как раз таки это обезьян надеюсь будет справляться. Превращает обезьян с дротиками в шипопульку, который стреляет большими колючими ядрами вместо дротиков. Дальше, но медленнее. Каждый дрот способно взорваться, много шаров отскакивает препятствий. Так, а тут что? Да, шар пробивает свинцовые и керамические шары. Вот джаггернаут, кстати, просто таки он нам нужен. Ничего себе, откуда я это знал? Я действительно не смотрел насчет этого. Кстати, хочу вам сказать одну новость. Я вчера зашел в твиттер разработчиков этой игры, Ninja Kiwi, и там вышли у них новые посты с фотографией нового босса. Я вам сейчас попробую прикрепить фотографию, как он будет выглядеть, и видимо он уже прям скоро добавится. Я думал, что он даже сегодня уже добавится, потому что обычно же по субботам появляются новые эти шарнарии или как они там, блунариусы. Я думал, что как раз таки сегодня он и будет, но нет. При этом я его ожидаю в ближайшее время. Мне кажется, нам прям недолго осталось ждать до него. Его зовут Лич. Выглядит он немного так устрашающе, конечно. Ну посмотрим, на что он будет способен. Ой, что так много стало проходить. Всего один. А, ну два. Ладно. Я хочу просто быстрее сейчас на джиггернаута накопить, чтобы нам стало легче, и потом вот еще вот эту буду обезьяну с дротиком прокачивать. Она, конечно, очень сильна. Вот сейчас, наверное, должно быть проще. Только единственное, что меня смущает, это вот сможем ли мы вообще пробивать муаба. Как я вот сейчас вот прокачал этот зоркий глаз и джиггернаут, поэтому сейчас я полностью буду отдавать все деньги этой обезьяне с дротиками. Потому что если полностью ее прокачать на нижнюю линию, она будет очень сильна. У нее и радиус будет очень большой. Если вы можете сейчас вот посмотреть, он уже гигантский в этом плане. Поэтому посмотрим, что-то как у нас получится. В любом случае, ультра джиггернаут, он довольно-таки дешевый. 16 тысяч всего. Я даже не ожидал, что он недорогой. Но нам сейчас главное еще накопить на этого меткого стрелка, и... То ли на 27-ом, то ли на 28-ом уже пойдет наш первый этот... Первый свинцовые шары. Джиггернаут как раз должен с ними со всеми расправляться. Так. Значит, на 28-ом пойдут. У меня-то, конечно, стоит герой. Адора. Так, хотелось бы ее поставить, но будем без нее стараться. Так. Вот вообще бы в идеале побыстрее сейчас накопить эти 27 тысяч. До мастера арбалета. Потому что он будет очень силен и очень хорошо пробивать муабы. Ну вот я не знаю, доживем ли мы до этого или нет. Адора. Ну, со свинцом джиггернаут хорошо справляется. И урон неплохо-то наносит так-то. Хоть и стреляет не так часто, как вот наша первая обезьяна. Которая мы прокачиваем, как стрелка. В любом случае, уже через 8 раундов у нас пойдет первым А. Надеюсь, что он не будет... Ну, точнее, как я знаю, какой он будет. Самый обычный. Но я не знаю, будем ли мы с ним справляться. Как-никак всего две обезьяны. Я бы не сказал, что они такие крутые. Такая музыка классная в игре. Ай, так. Потом будем смотреть. В любом случае, до этого еще 6 раундов. Немного денег еще успеем накопить. Но, к сожалению, не 23 тысячи, как хотелось бы. Потому что, если бы мы их накопили, то это было бы невероятно. Потому что мастер арбалета, по-моему, он даже очень просто справляется с красными маубами. То есть, он их прям уничтожает очень быстро и очень хорошо, эффективно идет. Тут посмотрим. Но я буду надеяться в том, что мы пройдем 40-й раунд. И дальше. Дальше тоже бы хотелось пройти. Так. Ой-ой-ой. Что-то там это. Много пролетело. Опасно так-то. Я надеюсь, что Гернат будет справляться. Я только сейчас заметил, что его снаряды рикошетят. Фигеть. Для меня это откровение. Я просто его почти никогда не использовал. Ну, и как-то я не замечал этого. Хотя, это очень полезный навык. Хотя на этой карте... Так, давайте-давайте-давайте. Так. Ух. Ну, мы справились. У нас немного хп отняло. Я надеюсь, что сейчас больше никто не будет пока что проходить. Может быть, на ультра джаггернаута накопить сначала, так как он дешевле. Гигантское колючее ядро дважды разлетает на 6 джаггернаутских ядер наносит еще больше урона. Ну, давайте тогда я лучше на него сначала накоплю. Потому что, мне кажется, на мастера арбалета копить намного будет сложнее и дольше. У меня есть шанс, что мы тогда дойдем. А если у нас будет еще сразу же сильный джаггернаут? Ультра джаггернаут. Какое название, блин, ужас. Слишком длинное для меня. Так. Так. Немного опасно. И вот, кстати, сейчас вкачаем уже. О, нормально. То есть, он прям хорошо рикошетит и очень круто отталкивается. И, значит, будет больше урона наносить. Я надеюсь, что он сам по себе еще с нарядами будет больше урона наносить. Так. На 60-м раунде, по-моему, уже пойдут красные дирижабли. Я не знаю, успеем ли мы к 60-му накопить 27 тысяч. Может быть, и успеем. А если и успеем, то куда дальше-то идти, а? То есть, что, опять деньги все копим и не тратим? Эх. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все будет нормально. В любом случае, просто пока что живем и проходим. Пока сложностей я не вижу прям таких сильных. Вот джаггернаут, кстати, ну вот прям не жалею, что сейчас вкачал. Потому что он очень много урона наносит. Конечно, пока что самая обычная везена с дросиками не сравнится. Но она и ближе стоит, вот знаете. Ну, джаггернаут сейчас будет тоже набирать больше урона. Мало того, что он как бы... Сами его снаряды много урона наносят. Они же еще и разлетаются. Еще урон. Ой, так, давайте. Так, посмотрим. О, все. Вот хотя бы с синим облом мы уже все нормально справляемся. И, кстати, мы уже накопили 14 тысяч, даже 15 почти. Ну, вот сейчас этот дирижабль разобьем. И все, да. Неплохо так-то деньги столетия. Мне такое нравится. Скоро мы тогда уж и на стрелка этого накопим. Мастера Арбалета. 52-й раунд. Тем временем у нас есть. И мы, скорее всего, действительно к 60-му раунду уже находим. Может быть, даже пораньше. Да что я надеюсь, конечно. Ой. А чуть-чуть-то прошло. То есть, если их несколько, то... Все равно тяжелее идет. Это мне не нравится. От слова совсем. Так. А тут их аж 3. Понятно. Понятно. Так. Сейчас тогда буду смотреть новую тактику. 53-й раунд. Попробую к нему вернуться. К вам. На нем. Все, я уже сломался. И будем смотреть, как у нас тогда получится. Главное использовать только двух дратикометов. Вот я и прошел 52-й раунд. И как раз таки сейчас уже будет наш злополучный раунд, на котором мы в прошлый раз проиграли. В этот раз я, кстати, не очень так сильно поменял расстановку. Единственное, что я поставил сюда абзиану с дротиками, чтобы у нее был больше радиус. И абзиану, ну, джиггернаут я немного тоже передвинул. И, в принципе, мне так кажется, что сейчас даже лучше идет. Что у нас до сих пор, как бы, 100 жизней. Конечно, чуть-чуть там прошли. Но они даже, ну, вроде, в жизни опять-то у нас все потратили. Поэтому сейчас будем смотреть, получится ли у нас сейчас все пройти. Так, я даже ускорение уберу, на всякий случай. Или это не та травма? Да я не понял. Ой, похоже, он. Так. Вот тут ему ап первый пошел. Так, вот, давайте ускоряем. Так, с первым справились. Со вторым справились. И с третьим справились. Так. Все, я включаю дальше автостарт. Идем. Ох, прогресс. 19 тысяч мы уже накопили. Почти 20, кстати. Да, здесь уже в 20. Теперь накопили. Почти 21. Так, ладно. Тьфу. Только что что-то опасно было. Так, побыстрее бы нам еще 5000. Пожалуйста. Но к 6 и 10 раунду, мне кажется, мы действительно, мы должны уже накопить. То есть проблем в этом плане не должно быть. Так. Сколько же тут теперь шаров? Не зря я прокачал все-таки джаггернауту, что он тоже может пробовать камуфляж. Потому что, мне кажется, это было обязательно для того, чтобы мы могли вообще пройти эту карту. Так как все-таки обычный стрелок, обезьяна, она не может пробивать камуфляж. Так что так опасно было. Так, давайте я ему поставлю, чтобы у нас джаггернаут всегда прочно губил. Понятно. Блин, не надо было, наверное. Мы, наверное, из-за этого... А, у меня 27 тысяч было! Ё-моё. Так, ладно, давайте попытка номер 3. Сейчас должно быть у нас получше, надеюсь. Вот и наконец-то мы снова дошли до... Ну, точнее, я уже прошел 57 раунд. Вы не представляете, сколько времени для меня это заняло. Наверное, час, что ли, я играл просто на запись, пробовал уже несколько раз перепроходить. У меня джаггернаут успел постоять вот здесь, вот здесь. Я их уже менял как только можно. И в итоге я все-таки вспомнил, что до 58 раунда я дошел уже, когда был посередине здесь. И я тогда почти... Ну, точнее, я тогда накопил даже на мастера арбалета, просто не успел вкачать. И поэтому я умер. Я как проиграл. Чего мы там и так... И вот сейчас нам не хватает всего 150 монет. Я так думаю сейчас вот начать раунд, убрать ускорение. И вот как наберем, сразу попробовать успеть вкачать. Я уже... О, все. Так. О, как лучше стало. Я так рад. Блин, почему до меня раньше это не дошло, что можно было действительно просто постараться вот так проконтролировать. Вот сейчас я опять автостарт включу. У меня это уже проблема, а то я всегда на подходе к тому раунду, на котором я проигрывал до этого. Просто выключаю автостарт. А я что-то не понял. У нас мастер арбалета может пробивать. Ну, большинство видов шаров, и вот следовательно... И это... Как он? Ну, вы поняли. Свинец. Он еще, значит, свинец может хорошо пробивать. Ну, это вообще круто. Так. Нам надо еще пройти 18 раундов. Пожалуйста. Теперь у нас есть две крутые обезьяны. Вот это вообще идеально. У нее и радиус, она почти всю карту видит. В этом плане будет очень удобно. И джаггернаут будет как на подстраховке. Я думаю, что он все равно лучше, чем если бы мы качали обезьяну... Этого. На линию посередине. Потому что она и дороже выходит. И там их, мне кажется, надо ставить побольше, чтобы хоть что-то получилось. А тут же она еще как раз-таки джаггернаут со свинцом справляется. Я не знаю, справляется ли этот фан-клуб суперобезьяны. Вроде бы посередине, если качать, то именно мы это и получим. В этом посмотрим. Так. 65 раунд. Мастер арбалета. Прям все нормально. Чуть. Я, кстати, даже несколько раз, когда заново пытался делать, я уже мастера арбалета по-разному качал. Ну, в основном вниз. Но по бочку я качал не посередине, а верхнюю. Я там что-то все равно менял. Ну, и тогда я, в принципе, сливался. Я так и не знаю, какая все-таки лучше. Но сейчас мы дошли до рекорда. И прошли именно вот с этой прокачкой моей самой любимой. Поэтому, наверное, все-таки она есть лучшая. Для него, по крайней мере. Так. Деньги копятся. Только потратить нам их некуда. Ни на что вообще. Можно было бы удалить хотя бы вот эти вот строения. Было бы круто на самом деле. Хотя они нам не очень уж и мешают. Как-то. То есть у нас везде, куда попадает, ничего не перекрывают эти здания. Потому что хорошо, что так хотя бы. Так. Вот и 69 раунд. Очень опасно на самом деле. Потому что на 77-8 вроде бы раунде будет очень много шаров. И очень сильные. Я надеюсь, что как раз-таки наш мастер арбалета справится вместе с джиггернаутом. Тем более плюс того, что джиггернауты разбрасываются на свои снаряды на еще несколько. И, наверное, надеюсь, что нам это поможет справиться со всеми трудностями, предстоящими на нашем пути. А то это реально, это сложно, это жестко. Как показали, вот, ну, статистика, что действительно лучше ставить их посередине, вот как я вот сейчас поставил. Я уже их оставил в разные стороны. Ну, и действительно, ну, вливался. Ничего хорошего не было. Как бы джиггернаут, он вначале очень был нужен. И как бы и в конце он нужен. И тут вот, вот эти вот проблемы, что я не знал, куда его поставить. А тут хоть у него не такой большой раунд, ой, раунд, радиус, у меня уже все. Но справлялся, он все хорошо, нормально. Я 150 тысяч урон нанесла. Наши бежен с тротиками. И вот джиггернаут наш. Только 50 тысяч. А у меня ведь открыто знание, что я вроде могу несколько ставить мастеров арбалетов. Вроде бы два. Но если бы я бы двух копил, то это было бы сложно. Хотя... Вот смотрите. Я вас сейчас не буду читерить. Но мне так кажется, я не могу себе позволить, что... Мне же надо пройти только обезьянами с этими дротиками. С двумя. Следовательно, вот сейчас на карте будет только одна обезьяна. Давайте я вот так вот поставлю еще одну. И вот все. И пускай у нас их две будет. Чтобы уж наверняка. Потому что джиггернаут сейчас уже не так будет помогать. А вот эти два мастера арбалета будут намного лучше. И как бы в итоге-то я правда довязал все вот две обезьяны с дротиками. Других никаких я вообще не использовал. Никаких способностей не использовал. Я уже даже хотел в один момент, вы знаете, заплатить вот это вот 200 или 300 долларов за возрождение. Чтобы уж хотя бы все это, вы знаете, продолжить и пройти с горем допополам. Так. О! Кстати, опасный был момент. Но два мастера с арбалетами прям хорошо справляются. Уже я 15 тысяч урона нанес. Так. Как быстро мы уничтожим красный дирижабль. Во! Максимально быстро. Как я и хотел. Так. 78-й раунд. 79-й раунд. Опасно. Так. Ну, пока что все должно быть нормально. То есть 80-й мы должны как минимум пройти спокойно. Потом мы, конечно, продолжим. Посмотрим, насколько далеко мы так сможем пройти. Так. И вот сейчас 80-й раунд. Давай-давай, быстрей-быстрей. Мы тебя уничтожим. Мы так долго к этому шли, поэтому ты не имеешь права пройти. Мы тебя остановим. КП у него много, так-то. Все, тяжелее проходить. Ну, мы прошли! Так. Башня размещена 3. Это вот как раз-таки вот 3 вот эти обезьян с дротиками. Шаров пробито 356 тысяч. А, пробито мало в 265. Так, продолжаем. Вольная игра. Все. Фух. Это я вам как раз еще как доказательство показал, что я действительно никакие способности не использовал, никаких мгновенных обезьян не использовал. Это все замечательно. У меня такой счастливый. Наконец-то мы это прошли. 36 тысяч уже накопили. Сейчас так быстро деньги идут, что вообще, на самом деле, круто в этом плане. Ой, тут уже укрепленные идут. Но мы их тоже довольно-таки быстро уничтожаем, если так посмотреть. Так. Уже 100 тысяч урон нанесло. А джаггернаут, наверное, к этому времени нанес бы только 1070. И то до этого у него было уже 50 тысяч урона. Поэтому я не жалею, что на самом деле его заменил. Но в начале игры он нам был очень полезен. И без него мы бы, ну, не прошли до этого раунда. Все правильно. Ой, ничего себе тут их уже стало идти много так-то на 84-м раунде. Благо мы все справляемся. И пока что трудностей никаких не возникает. Главное, чтобы укрепленных было поменьше. Для меня вот сейчас самое интересное это 90-й раунд. Потому что мне так кажется, что мы действительно до него дойдем. Но там же полетят ужасные гирижабли. Которые для меня вот прям вообще больная тема. А так как эти два мастера арбалетов могут пробивать Типа любые типы шаров. То может быть они и справятся. Я сначала удивился, почему одна обзина стоит дешевле от другой. А потом понял же, что одну я получил бесплатно. За твои знания. Поэтому тогда ладно. Так. 87-й раунд. Ого, их тут. Так. Ладно, хотя бы сразу же по ним, по всем урон проходит. Ну, по большинству, по крайней мере. Это очень облегчает. И вы посмотрите, мы уже 60 тысяч накопили. Ну, практически. Просто думал, что мы сейчас получим, а что-то не получили. Ну, все, теперь у нас есть 60 тысяч. Неплохо. Так-то по деньгам у нас. Поставить бы еще кого-нибудь. Ну, да ладно. Итак, посмотрим, как у нас эти две обезьяны. До какого раунда дойдут. Эх. Вот единственный минус, то, что вот все вот в этом критическом ударе. Может быть, это как-то можно будет убрать или уменьшить. Ну, в принципе, и так нормально. Но это прям вот так. Заметно. Очень заметно, я бы сказал все. Так. Все. 90-й раунд. Сейчас будем смотреть. 90-й раунд прошли. Ну, конечно, на каком-то 95-м, то ли еще на каком-то, их будет больше. И там, наверное, вряд ли мы уже справимся. Так. Ну, вот знаете, само испытание мы как бы уже прошли. Ну, давайте я немного от себя добавлю шиповый завод. И вот прокачаю его на вечный шиповый. Пускай анситут генерирует, не торопясь. Ой, тут так много это на подходе. Мавов. У нас же пока что тут справляется. Типа, вот просто посмотрим. Как мы сможем с помощью еще этого завода пожить. Сможем ли мы вообще. Может быть, максимум до 100-го раунда мы дойдем. А если здесь много накопится, то, может быть, и сам 100-й раунд пройдем. Ой, вот этих вот очень много. О, они уничтожили. Сами при чем? Ну, если бы не завод, то мы должны были уже проиграть. Потому что завод нанес уже полторы тысячи урона. А это так-то немало. Следовательно, мы бы уже проиграли. Ну, да ладно, посмотрим. Так, так, тут мы дойдем. В любом случае, мне интересно, как долго они тут вообще будут копиться. Хотя, мне так кажется, что сейчас они уже начнут тратиться. Потому что здесь прям уж очень много шаров стало идти. И нашим стрелкам, конечно, тяжело со всеми этими маубами справляться. Одни критические удары. Так. Главное, что на выходе уже очень много накопилось. Ой. Так, чтобы было опасно, на самом деле. Так. Пускай опять завод заставляет. Тут все. С вами шипами. Сколько он там урон нанес? Ну, 9 тысяч. Какой для подстраховки самый раз. Сколько же их тут? Ну, завод, слушайте, нас спасает. Нас реально спас завод. Офигеть. Мы бы... Ну, 31 тысяча урона так-то. Мы бы только что точно проиграли. Ну, посмотрите, уже тут полмиллиона. Почти 700 тысяч. Ой, чувство, мы сейчас точно уже проиграем. Что тут нас уже даже завод не спасет. Потому что здесь слишком много уже всех. Прям налетело. Так, завод ставь, пожалуйста, свыше, ты поскорее. Или, может быть, у нас стрелки тут еще затащат. Потому что они еще много успеют настрелять так-то. И урон нанести. Ой, ну тут прям все уже тяжело очень. Хотя нет, живем. Прикольно. 41 тысяча урона. 620 тысяч. 800 тысяч. Укрепленные. Ну, к счастью, всего 2. Так. Ну, мы и с ними стараемся. Все, я уже в нас теперь поверил. Все будет хорошо. Главное. Ага, понятно. Из них тоже укрепленные вылазят. Так. Ой. Фух. Так, давай, завод. Активнее, активнее работай. Скоро сотый раунд. А тут страшно. Довольно-таки страшно. Ой, ё-о-о. Что-то их тут очень много. Вот это уже, правда, очень опасный раунд. И даже завод нас тут, скорее всего, уже не спасет. Потому что тут и укрепленных очень много. А зеленые мы вообще даже все толком не пробили. Да, вы посмотрите, как они уничтожат наши шипы. Эх. Давайте запечатлим, сколько урон нанес. Ну, почти 100 тысяч, кстати. Так, и наш рекорд от 98 раундов. И то, это с помощью нашего шипового завода. Так бы мы дошли где-то до 93-го. 92-го. Ну, молодцы. Шаров пробито, кстати. Ровно 1 миллион 600 тысяч. Прикольный такой юбилей. Башня размещена 4. Ух, наконец-то испытание выполнено. Я так рад этому, что я все смог. Много попыток, но все получилось. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok